День памяти Самвела Карапетяна День памяти Самвела Карапетяна Вход свободен Фонд изучения армянской архитектуры публикует мероприятие, посвященное Дню памяти Самвела Карапетяна на своей странице в Facebook. 7 июля в 19.00 в Музее современного искусства по адресу Проспект Маштоца 7 можно будет почтить память Самвела Карапетяна. Посетить мероприятие можно будет до 14 июля. Напомним, несколько дней назад президент Западной Армении Армен Акабрамен посетил офис фонда в Армении. Договорился о проведении в нескольких городах Франции выставки, освещающей деятельность фонда изучения армянской архитектуры. Армянская церковь в Женеве избрала новый приходской совет. Об этом Восток узнал из источников Женеве. Наш источник также отметил, что ежегодное общее собрание Армянской апостольской церкви Святого окопа в Женеве прошло 4 июля и прошло в атмосфере конструктивных дискуссий. Викарий Швейцарии и пастор церкви Святого окопа Хохш Тегусан, Вартапет Алджанян и новоизбранные члены совета подчеркнули необходимость совместной работы церкви и национального единства перед лицом церковных проблем, вызванных коронавирусом, а также сложной ситуацией вокруг Армении в последние месяцы. Согласно уставу из вновь избранного совета избираются председатель Оуник Газанджан, заместитель председателя Айко Ганэсян, казначей Арнос Эрапян, секретарь Сима Папазян, остальные члены совета Саркис Нароян, Градж Яган, Корюн Алавердян, Акоп Кузель Тэщан, Аракси Сахиль Мукарчан. Встреча завершилась защитной молитвой и благословлением святителя. 6 июля около 23.53 в Ахал-Киалаке почувствовали толчки. По данным мониторинга Национального сейсмического центра произошло землетрясение силой 3,9 балла, эпицентр которого находился в Дмониси. Подземные толчки в Ахал-Киалаке больше ощущались в бывшем военном поселении. «Факел начал дрожать. Мы испугались. На мой взгляд, было 5 баллов», — сказал житель бывшего военного городка. Четверо турецких солдат были убиты в ходе операции, проведенной курскими партизанами в районе Митина на севере Ирака. Турецкая армия однажды отправила собак в зону боевых действий для использования химического газа. После операции турецкая армия хотела эвакуировать пострадавших на вертолетах Сикорского. Однако вертолеты, нацеленные партизанами, были вынуждены покинуть этот район. Окупационная турецкая армия продолжает свои атаки, сбрасывая газовые бомбы и взрывчатку на боевые позиции в районе Гирасор. С самого первого дня операции они встретили сильное сопротивление курских партизан. Не получив желаемого результата, применили химические газы, совершили военные преступления, разрушая географию Южного Курдистана. Турецкое государство вырубает деревья, наносит удары по густым лесам и сжигает их. Мы в очередной раз являемся свидетелями того, насколько агрессивна и безжалостна турецкая армия. Далее представляем вам статью от «Спутник Армения». Название Армения, как принято считать, появилось еще до нашей эры. В VI веке государство, которое раньше находилось на этой территории, называлось Ванским королевством или Урарту. Почему они хотят лишить армян права коренного населения в Армянском Нагоре? В статье нашего обозревателя. После распада Ванского царства, как известно, Урарту исчез. И почти сразу на его месте возникла обычная для всех нас Армения, которую называли так как минимум 2500 лет. Более того, в III тысячелетии до н.э. у шумеров было государство под названием Арратта, к северу от Месопотамии. Примечательно, что в переводе Библии Септуагинды, в книге пророка Еремии, Араратское царство, то есть Армения, именуется царством Арратским. Если мало того, что Арратта явно напоминает Арарат, то есть древние источники, где это имя прямо упоминается. Еще более интересная история связана с именем Хаяса. Оно было найдено не в результате раскопок, а благодаря переводу библиотеки Хецкой империи. Полная версия статьи доступна на нашем сайте. После единогласного мнения избранного муниципального большинства, город согласился во имя долгой памяти удовлетворить просьбу семьи Танэдзекян, члена Ассоциации Армян Залива Сент-Ропе, о возведении Армянского креста. Мишель Перро, заместитель по культуре, нашел для них желанную землю, чтобы почтить память жертв геноцида против армян. Вчера мэр Сент-Ропе Сильвий Сири, член парламента Сейлян Моборн, советник департамента Вероник Ленуар, избранные представители городского совета, избранные представители Гассена и Кавалера и президент Ассоциации Армян Залива Сент-Ропе Левон Мурадян присутствовали на открытии этого хачкара, а также почтили память жертв геноцида против армян. Президент Армен Акабраамян, который перед отъездом в Армению встретился с председателем Армянской ассоциации Кавалер Левоном Мурадянам, передает свои поздравления избранным должностным лицам коммуны и всей армянской общине региона. Расположенный в провинции Мараш в западной Армении водопад Гильгамеш, падающий с высоты 15 метров, поражает любителей природы, которые хотят жить в гармонии с природой. Водопад привлекает тех, кто хочет соединиться с провинцией Вороша, вытекающей из ее воды неподалеку. Водная лихорадка стала частым местом назначения тех, кто хочет освежиться в эти дни, когда температура воздуха повышается. Весной и летом водопад, который стал частым зрелищем для любителей природы, фотографий и кемпинга из Мараша и прилежащих провинций, можно добраться через сосновые и дубовые леса. В оккупированной западной Армении, как и Гильгамеш, у нас есть много водопадов, каньонов и лесов. В Анзиранском районе Мараша находится самое большое количество замков в мире, поэтому мы приветствуем наших посетителей, которые любят историю и культурный туризм. Далее для вас ансамбль Акунг Чахраки Вод. Песня. Песня. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Продолжение следует.